всем привет это видео я снимаю про кухонный гарнитур почему потому что у каждого в квартире есть кухня и это очень значимый элемент интерьера каждый его приобретает и это есть абсолютно в каждом доме почему я решил снять именно про этот кухонный гарнитур потому что он необычный необычный он всем начиная с того что это просто незаметная кухня и этим она кстати говоря прекрасно и заканчивая тем как мы ее собирали изготавливали кстати мы это делали у местных производителей а вот почему сколько это стоит как это происходило смотрите ролик я специально для этого пригласил гостей будет интересно и полезно поехали для того чтобы рассказ получился более насыщенным полным и полезным я пригласил несколько гостей прежде чем приступить к опросу причастных к этому проекту небольшая предыстория а она такова заказчик который к нам обратился попросил нас сделать кухню максимально незаметной ну чтобы она так сказать не привлекала к себе внимание но при этом оставалась симпатичной и функциональной вот за мной вы видите ту самую кухню потом я покажу как она работает передо мной вы видите замечательный остров который выглядит отдельным предметом интерьера но никак не кухни и потом как с этим работать я тоже покажу и расскажу вообще мое личное мнение к кухонным гарнитурам следующее я считаю что кухня должна быть максимально незаметной но ведь если вдуматься то по сути это цех по производству еды ну зачем нам делать цех каким-то таким заметным и ярким мне кажется его надо максимально скрывать но у вас может быть совершенно другое мнение и будет интересно их почитать в комментариях для этого они и существуют поэтому друзья пишите что вы думаете по этому поводу какие кухни вы предпочитаете сколько денег на них тратите и каким брендом обращаетесь ну а мы начинаем рассказ про эту замечательную незаметную и тем самым прекрасную кухню итак первый с кем я хочу начать разговор это татьяна руководитель проектов в нашей студии она занимается всем на объекте но в частности этом начиная с проектирования и заканчивая реализации комплектации и ввода в эксплуатацию объекта то есть в ее ведении это поиск подрядчиков комплектаторов производителей мониторинг выбор лучших проверка качества приемка ну в общем вы поняли вот это вот она во всей красе таня привет здравствуйте всем итак вопрос номер один когда мы нарисовали проект наши замечательные дизайнеры в частности оля нарисовала этот проект мы начали его реализовывать и вот вот она замечательная кухня и вот задача эту кухню где-то заказать установить ну и начать ей пользоваться какие вообще были варианты ну надо начать еще раз того что проект не самый обычный не самый типичный ну и естественно основная задача это вот в этих раздвижных дверях эта задача решает ту проблему что заказчик очень редко пользуется кухня и она хотела максимально скрытие от глаз и своих в том числе получается что это ведь не только для тех кто мало готовит а наоборот для тех кто много готовит тоже почему наготовил много всего пришли гости все накрыли а бардак остался и вот чтобы не убирать этот бардак легким движением руки кухня превращается превращается кухня в элегантную стеночку до элегантный шкафчик да ну собственно вот как раз этими раздвижными дверьми была основная задача потому что в принципе кухня вверх-вниз это ну не что-то такое необычное тут об необычные материалы но об этом попозже вот по реализации самой кухни конечно мы ну первое чем сразу думаешь это какие-то производители италии там франции и так далее те кто давно на рынке те кто на выставках предлагает такие раздвижные системы но здесь было свое но заказчица сталкивалась уже с производителями итальянскими рассказала нет я с ними работать не хочу потому что там когда что-то пошло не так любая деталь это тоже люди они такие же абсолютно как и все мы и у них бывают какие-то там несостыковки любая несостыковка оборачивается тем что срок переделки очень очень большой то есть нужно ее обнаружить прийти к этим кухонщикам они составляют акты отправляют туда в италию долгий срок поставки туда-назад а как мы знаем еще прошлый год ознаменовался у нас карантином все были вот эти вот пути прекращены и еще осложнялось это в общем поэтому нам нужно было находить решение такое чтобы мы могли в екатеринбурге это реализовать вообще надо сказать что сама идея вот такого кухонного гарнитура была нами подсмотрена на миланской выставке я уж не помню в каком году там было очень много кухонь вот таких вот скрывающихся и раз стояла задача сделать кухню невидимой то в дизайне мы решили применить вот такую технологию и конечно первое что мы начали делать это искать италию германию вообще в принципе что у нас на рынке представлена так как все-таки заказчица не любит там готовить она не хотела слишком много вкладывать ну в любом случае эта кухня дорогая не самая бюджетная но из того из тех предложений которые у нас были мы выбрали самые такой бюджетный можно сказать вариант если этого слова вообще подходит к этой кухне ну а давай тогда про бюджет какие у нас были предложения на у нас было два предложения от итальянских нет германские поставщики итальянские поставщики в одном случае кухня стоила чуть чуть больше 4 миллионов рублей а в другом миллион семьсот вот то есть немцы 4 миллиона итальянца миллион семьсот но сейчас бренды не называем но им получается мы еще искали чтобы и по цене она была четки все-таки чуть более такая лояльная клиент вот и мы нашли кухню и мы нашли поставщиков и стоимость у нас получилось миллион двести ну все вместе в общей сложности а все вместе в общей сложности это что входит ну это по сути вся кухня это начинка из сантехники раковин это без техники но с учетом всех фасадов как про которые мы еще поговорим отдельно столешницы и тумбы имеется ввиду что это вот эта часть кухни которая скрывается и вот это то есть остров но на самом деле не так все радужно на самом деле когда ты начинаешь действительно с этим разбираться потому что узлы сложные и не каждый готов во-первых отвечает за них во вторых не каждый находит в принципе эту фурнитуру хотя она есть в мире да и и можно там привести как сделали ребята но не каждый готов брать ответственность за то что как она будет работать вообще как она встанет продумать все узлы и потому что это же новый объект новая фурнитура которую ты сразу включаешь там и ну вообще много узлов нужно подумать поэтому не каждая компания берется на самом деле но вот например какой из сложных узлов здесь в этой кухне это самое сложное это вот эта дверь она должна открываться закрываться нужно было высоту нам сразу хорошо четко продумать чтобы верхний короб заранее спроектировать некоторые компании в том числе итальянские гриманские они специализируются на модульных кухнях что это значит что у них есть конкретные модули которые нужно вписать в определенный габарит ну в нашем случае у нас есть вот ниша и в нее наоборот нужно вписать то есть это полностью индивидуального изготовления кухни и все фасады должны быть по ширине тоже под наш размер и не мы подстраиваемся под существующую кухню а наоборот они должны были подстроиться под нас но и соответственно то есть получается сначала выстроили нишу ну конечно потом замерили и потом уже изготавливали кухню непосредственно под вот эту вот нишу да и нишу мы конечно выстраивали уже по техническому заданию от производителей кухни которые нам не стали то есть это все очень так увязано между собой да и так у нас есть несколько параметров по которым мы выбирали то есть получается эта цена второе это местный производитель который может в любой момент прийти исправить доделать переделать и чтобы это было быстро так еще что для нас было важно ну и ну качество безусловно естественное качество да ну это чтобы это должно быть индивидуальное изготовление кухни не наборные не корпусные а здесь я смотрю на этой кухне есть очень интересные фасады фасады под медь да и с ними я знаю тоже была очень интересная история и длинная дизайнеры заложили такой интересный элемент да как медные фасады и за основу мы брали поставщиков фасадов с москвы у них был прекрасный каталог они нам высылали образец и там действительно прям была медь очень красивый фасад пока мы разрабатывали дизайн-проект пока мы разрабатывали там подготовку к стройке вели вообще ремонт и пока мы дошли до кухни и к моменту когда мы хотели заказывать фасады оказались что что они закрыли это производство а закрыли именно потому что пошли рекламации от людей которые заказывали такие фасады что они начали ржаветь быстро покрываться пятнами в общем не довели они эту идею до совершенства и получается хорошо что мы немножко протянули это нам дало возможность не заказать у них одно зато это вынудило нас искать здесь и что-то новое и вот что что происходило то здесь тоже поиски были не такие уж и легкие как могли показаться вот это всего три образца которые мы пересмотрели но и как было гораздо больше был образец идеала так сказать это вот фасад образец фасада который с москвы вот и к нему все пытались подобрать то есть вот эта компания которая нам собирала эту кухню тоже вот крайний образец представлен мы здесь и валиком наносили и кистью наносили и разные материалы ну разные нанесения пытались попробовать в общем где-то нам не доставало блеска где-то нам наоборот было слишком матово ну в общем разные у дизайнеров есть причины были отказать именно этому фасаду потом мы обращались в другую компанию которая занимается декоративными покрытиями они нам тоже подбирали образцы нам тоже не подошли потом еще были компании в общем мы нашли наших подрядчиков которые нам все-таки сделали идеальный образец и привлекали их на нанесение покрытия вот в этой кухне уже и сколько времени потратили на поиск этих фасадов да мне трудно сказать потому что это было очень долго но сколько это было две недели два месяца два-три да где-то мы их выбирали собирали уже прям в конце когда уже действительно фасады были готовы только тогда их отвозили на покраску а вопрос тогда такой не знаю по адресу он или нет а надо ли было вообще заморачиваться вот за такие вот конкретно такие фасады не проще ли было взять готовый ну возможно но мы не нашли готовы чтобы вы так просто взять и поставить те которые нужно ну и так как все таки это у нас дизайн проект они просто люди сами себе решили сделать у дизайнеров всегда есть повышенные требования к тому что они хотят все должно соответствовать друг дружке там один материал с другим соотноситься красивой поэтому конечно пришлось находить вот тот идеальный который нам нас бы устроил чтобы тот оттенок та фактура тот блеск тот блеск те вот как по углам чтобы все там было правильным без всяких там стыковочных элементов которые грязи залазит и и В общем, когда мы поставили кухню уже, когда привезли фасады, все, поставили ручечки. Естественно, мы позвали заказчика на приемку. Она здесь была, проходит мимо, мимо острова. Остров-то трудно не заметить. И говорит, все хорошо, остров мне нравится. А где моя кухня? А где я буду готовить? Она говорит. Я говорю, ну как, мы же с вами согласовали, что вы же не любите готовить. Давайте уберем раковину мы с вами. И она как-то хорошо тренировала. Поверила в это, да? Да, даже поверила. Но потом, естественно, все показали, все рассказали. И она обрадовалась. Ну, то есть, это говорит о том, что результат достигнут, и мы сделали кухню не похожей на кухню, а самое главное, ее незаметной. Да, да, да. Супер. Видите, сам заказчик не нашел кухню в своем интерьере. Что уж говорить о гостях. Сейчас я приглашу Антона, щелкну пальцами, и он появится и будет рассказывать про эти замечательные фасады. Итак, немного магии кинематографической. Готовы? Поехали. Опа! Та-дам! Привет, Антон. Привет, Ань. Ребята, это Антон. Это тот человек, который помогал нам с изготовлениями вот этих вот замечательных медных фасадов. Надо сказать, что он и мебелью занимается, но в этом проекте он занимался фасадами. Антон, расскажи, как тебе удалось-то? Да, на самом деле, это было несложно. Для нас все задачи довольно простые, особенно когда просит Ваня. Но, если честно, конечно, были определенные сложности с этими фасадами. А конкретно мы подбирали цвет под уже существующий латунный фасад. И было тяжело довольно добиться вот именно такого эффекта, но нет ничего невозможного. И мы это сделали, согласовали с дизайнерами, и затем, собственно, изготовили эти фасады. Вообще, вы знаете, честно говоря, когда кто-то что-то не может сделать и отказывается от какой-то работы, то чаще всего мы прекрасно понимаем, что это сложная задача. Эта задача тоже была такой, но сложность, в основном, конечно, заключалась в том, чтобы подобрать конкретный выкрас. Но у нас основные сложности, как водится, возникли уже после того, как все было согласовано и подобрано. Когда мы привезли фасады на объект, мы заметили на них небольшую шагрень. И, конечно, дизайнер нам это забраковал и, в общем-то, правильно сделал. И мы перекрашивали эти фасады. Затем, когда второй раз мы привезли фасады на объект, ребята должны были их устанавливать, но, к сожалению, фасады были повреждены. Кем, как и так далее. Мы этого не знаем. Но такое часто бывает на объектах. На самом деле, это как бы практически стандартная ситуация для нас. И мы поехали и перекрасили эти фасады второй раз. То есть, вот эти фасады, которые вы видите, это результат двойной работы, тройной перекраса. Но в итоге мы добились все-таки того, что они у нас висят целые, без шагрени. И именно в тот цвет, который необходим. А у тебя сложности не было с тем, что тебе нужно было не просто покрасить, но и вписаться в размеры, как-то петли как надо сделать? Нет, на самом деле, мы же мебелью давно тоже занимаемся. То есть, с этим проблем никаких абсолютно не было. То есть, нам согласовали определенные петли. Мы поняли, где необходимо сделать присадку. Сделали. Когда сталкиваешься с несколькими подрядчиками на одной задаче. Да. И когда вот случаются вот эти вот стыки одного специалиста, второго и третьего, всегда начинаются проблемы. На самом деле, когда ко мне подошли ребята с этим вопросом, конечно, было большое желание сказать сами. Но, когда просят Ваня, я в очень редких случаях отказываю и стараюсь помочь. Ну что, замечательные фасады, здорово выглядят, особенно когда кухня открыта. Да. Конечно, их будет видно не всегда. Ну, ничего страшного. Ты знаешь, они будут закрыты вот этой дверкой. Я даже думаю, что, наверное, большую часть времени они будут закрыты. Ну, так как за качество не очень любит готовность. Ну, пусть это будет как самое ценное, когда вот мы драгоценности храним в шкатулке, их не видно, и вот шкатулка открывается, и там бриллиант. Да, да, радуемся. Ну, спасибо тебе. Да, пожалуйста, обращайся. Ну, а сейчас у нас следующий гость в студии и, конечно же, с применением спецэффектов. Опа! Валя, привет. Да, привет. Это дизайнер, проектировщик компании Redome, которая проектировала, изготавливала, собирала, исправляла, снова собирала вот эту замечательную кухню. Валентина, рассказывай, в чем прелесть и изысканность этой кухни? Прелесть и изысканность в том, что кухни как будто нет. То есть есть двери, и за ними все скрыто. И самая сложность была реализовать эту идею, вашу идею. Но на вид это выглядит невероятно просто. В чем сложность? Сложность была подобрать именно эту систему, чтобы она выглядела просто и работала очень комфортно. А система ты что имеешь в виду? Система раздвижная. Здесь использована итальянская система Chinetta PS11. Именно эта система позволяет складывать дверки, их вместе все смещать и именно на такую длину. То есть в этом фишка была именно в подборе нужной системы. Здесь уникальная длина в том, что она достаточно большая и не каждая система подходит под эту длину. А, то есть систем-то много бывает. Систем много, но именно чтобы был цельный рельс, чтобы можно было дверь вот так спокойно перемещать вдоль этого рельса, подходит именно эта только система. А я на самом деле ни у кого из производителей в нашем городе пока такой системы не видел. Где вы ее взяли? Производитель итальянский. Естественно, мы приобрели ее по нашему запросу у представителей этой системы в городе. А раньше сталкивались? Раньше сталкивались, но с аналогом. Они короче системы, поэтому здесь для нас тоже был такой вызов, чтобы ее применить, поставить, чтобы это все очень хорошо работало. Мы с этим справились, я считаю. Ну, то есть получается кухня такая двухслойная, да? То есть у нас первый слой это то, что мы видим, это двери. Ну да, да. А второй слой это обыкновенная кухня, которая за этими дверьми, правильно? Ну да, в этом и идея этого проекта, то есть в этом его уникальность. Что мы применили систему такую, которая, как правило, для шкафов применяется, здесь применили для кухни. Итак, у нас есть стандартная кухня, из чего она состоит? Стандартная кухня, так скажем, нестандартная, состоит из нижних шкафов, столешницы и верхних навесных шкафов. Все у нас без ручек. На нижних шкафах сделана фрезерованная ручка, фасады из МДФ с эмалевым покрытием. Покрытие с двух сторон. То есть и снаружи, и внутри все одинаково, такого темного графитового цвета. Столешница из кварцевого агломерата. И верхние навесные шкафы также открываются без ручек. Здесь применен специальный профиль шука черный, ну для того, чтобы тоже комфортно открывать. И это все очень красиво выглядело снизу. Чтобы не было ручек, мы просто... Мы открываем зацепом за низ фасада. А вот я вижу у этой кухни сверху козырек и снизу вот такой выступ. Это зачем такие наросты? Наросты как раз-таки несут функционал, что к ним крепится направляющая для вот этих замечательных дверей. То есть мы не видим рельсу, мы видим просто крышу и такой пол как бы, да, у кухни. Но небольшой выступ снизу? Выступ снизу, да. Мы не видим весь механизм, всю вот эту начинку. Видим только красивые, как бы красивые детальные. Но, кстати, он удобно сделан, то есть я спокойно к нему подхожу, у меня нога подлазит. Ну, специально заглублен цоколь, чтобы было комфортно стоять возле мойки, да, возле варочной. Да, но при этом кухня остается функциональной, то есть она имеет те же свойства, что и у обычного кухонного гарнитура. Конечно, выдвижные ящики есть, посудомоечная. Здесь модуль мойки, где встроено также ведро. То есть мы можем, в принципе, и при... То есть у нас дверки могут вправо, влево, как угодно? Влево можно их все влево сместить, все вправо сместить. То есть в этом и удобство, что мы не привязаны к одной стороне. Вот, и можем пользоваться также варочной. Ну, допустим, там зона не нужна, пользуемся только здесь. Здесь приготовили, все закрыли и убрали. Валентина, у меня провокационный вопрос. Почему вы отказались сделать медные фасады? Мы попробовали сделать образец, но, к сожалению, он не подошел по цвету дизайнерам. У нас не оказалось нужного колера. Здесь главная нацеленность на результат. Результат получился тот, который нужен нам, дизайнерам, клиенту. И, в общем-то, по итогу все счастливы. Сейчас вот осталось немножко доделать кухню, потому что где-то там какие-то проводочки торчат, где-то какие-то крепежи не доделаны. Буквально чуть-чуть все завершим, и будет красота неписуемая. Скажи, а вы вообще часто ли делаете подобные кухни? Я имею в виду вот такого скрытого монтажа. И насколько их сложнее делать, чем обычного? Ну, такие кухни, прямо скажу, мы делаем нечасто. Запросы поступают, но как бы реализуем не так часто. Потому что все-таки это вопросы и цены, ну и функциональности. Потому что зачастую все-таки люди кухней пользуются активно. И, ну, то есть нет смысла ее скрывать. Ну, это от потребностей зависит. Валя, давай про цену. Такая кухня, ты сказала, стоит дороже, чем обычная кухня. Да, верно. Насколько дороже? Вот, например, мы делаем кухню вот точно такую же. Без этих дверей и с этими дверями. Вот цена так и цена без. Если вместе с дверьми, то есть как вот мы видим эту кухню в исполненном варианте, она стоит 1 миллион 130 тысяч рублей. Если без дверей, которые скрывают эту кухню, на 400 тысяч дешевле. То есть вот эта система скрывания кухни 400 тысяч рублей? Да, да. Ребята, хотите скрыть кухню, 400 тысяч рублей, компания Ридоме спешит к вам на помощь. Валентина, еще один вопрос. В чем сложность монтажа и изготовления такой кухни? Сложность монтажа именно вот в этих дверях. То есть настроить систему таким образом, чтобы они все висели вертикально, чтобы были красивые одинаковые зазоры, и чтобы они складывались и уезжали. То есть это вот именно настройка самой системы. Но у нас очень грамотные монтажники, очень опытные, и они с такой задачей справились. Друзья, ну как вы поняли, у нас уже были сложности с выбором фасадов. И так как этим занималась Татьяна непосредственно, то есть она выбирала поставщиков, которые будут изготавливать нам фасады, и вот все-таки она еще раз появилась в кадре для того, чтобы рассказать, что происходило-то вообще. Да, почему, собственно, здесь не получилось добиться нужного цвета. На самом деле проб было много. Вот это вот один цвет, но с разными фактурами. А сзади у нас тут есть такая подсказочка. Здесь составная часть этой краски. То есть эта краска состоит на 70% из меди, на 20% из золота и на 10% из стали. Вот. И таких вариаций было несколько. И вот все время путем замешивания пытались найти нужный оттенок, но, к сожалению, никак не удалось. И поэтому уже пришлось нам искать еще других поставщиков, которые могли бы нам с этим помочь. Как мы видим, здесь чуть более темный цвет получился, чем нужно. А здесь чуть более желтый цвет, чем нужно. Там чуть более оранжевый. В общем, все цвета были не идеальные, пока мы не нашли тот самый. Ну, в общем, нелегкий путь, который занял у нас три месяца. Но по итогу, в общем, получили то, что надо. Спасибо. Итак, я вам рассказал про этот кухонный гарнитур на этой замечательной кухне, в этой прекрасной квартире, которая называется Галерея Гламура. Я рассказал про цены, рассказал, из чего состоит эта кухня, как она работает. Надеюсь, что вам это понравилось. А самое главное было полезно. Полезно в чем? Это же новый опыт, это новый взгляд на то, какой могла бы быть ваша кухня еще. Ну, не так, как обычно делают кухни и предлагают вам сделать. А она может быть вот такой. Она может быть с отдельно стоящим островом. И она может быть полностью скрытой. В этом проекте она именно такая. Ну, а понравилось вам или не понравилось, вы можете написать в комментариях. Оцените, пожалуйста, насколько вам понравилось. Дайте свои советы. Расскажите, был ли у вас такой опыт. Все это будет интересно почитать и изучить. Ну, и, конечно, пишите, какие темы вам будут еще интересны, что разобрать, что показать. Тут вообще много чего интересного. Буду снимать по отдельности, рассказывать про каждый элемент. Для того, чтобы вы имели представление о том, а что вообще бывает и как это можно сделать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Ну, и до новых встреч. Да пребудет с вами муза. Субтитры подогнал «Симон»!